Привет! 3, 2, 1, раз, пишем, 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 звук, окей. Привет! На что снимать влог в 2023 году? Один из самых болезненных вопросов для контент-мейкер во все времена. Связано это с тем, что в начале пути мы всегда ассоциируем успех видео с топовой техникой, а не с содержимым. А не с содержимым. Это видео будет полезно ребятам, которые только начинают снимать на YouTube и сильнейше заморачиваться на тему, какую же камеру купить, чтобы картинка была вау. И разберемся, стоит ли вообще в 2023 году покупать камеру. Сравним видео с зеркалкой, ставшей легендой среди тревел-блогеров с подачи Антона Птушкина, не менее легендарной экшн-камеры Sony, мелькавшей у всех топовых блогеров, и, конечно же, старого доброго айфона. В общем так, сейчас я тебя озадачиваю и успокою одновременно. Дело в том, что качество видео в современных смартфонах давным-давно улетело далеко в стратосферу за пределы необходимого. Простыми словами, в условиях хорошего или даже среднего освещения, айфон даст такую вкусную картинку, какую на фотоаппарат ты, не будучи профи, не вытянешь никогда в жизни. И это была хорошая новость. Поскольку в наше нелегкое время смартфон – вещь не менее нужная, чем еда или одежда, смелейше врывайся на видео просторы интернета, снимая на телефон, и будь уверен, пока не дорастешь до профессионального продакшена, профессиональная камера будет последним компонентом в достижении твоего успеха на Ютубе или прочих видеоплощадках. А вот тут подъехали плохие новости. И тут, пожалуй, снова скажу словами классика. Ютуб, да и все остальные видеоплатформы отличаются от старого доброго телека Тем, что тут важнее, что ты снимаешь, чем на что ты снимаешь. Расшифруй, если твой контент скучен и неинтересен, сними ты его хоть на Red или что там сейчас топчики у киноделов. С вероятностью в 99% его ждет фиаско. И наоборот. Интересный, динамичный, необычный контент взрывает, даже если снят на камеру от домофона. Сравним видео, снятое на iPhone, Sony X3000 и зеркалку Canon. Сразу скажу, это не реклама ни одного из брендов, а если нужна реклама, контакты в описании. Сейчас я быстрейше перемещусь на улицу, поскольку у большинства нет студии, а на улице сегодня свет достаточно приличный. День не самый солнечный, но будем пользоваться тем, что есть. А вот и я. Это картинка с iPhone, снятая с рук, без стабилизаторов и всяких прочих приблуд. Как по мне, отличная стабилизация, шикарный звук. И самое главное, телефон есть у всех, и он не будет лежать на полке и пылиться, если вдруг ты загрустил и перестал снимать свой влог. А еще знаете что, до вчерашнего дня в Италии была шикарная погода, тепло и все отлично. Как только я созрел снимать влог, на улице пошел дождик и стало не очень-то тепло. Но меня уже не остановить, поэтому будем делать в дождь. Для понимания, насколько крутая стабилизация, сейчас попробуем даже пробежаться. Поехали! Ребят, по-моему, супер круто. А вот и картинка с Соньки. Из плюсов отличное качество и цвета, особенно в солнечный день. Самый лучший день для начала новой жизни – это воскресенье. Не понедельник, а именно воскресенье, потому что ты встаешь рано утром, и сегодня просто все спят, все отдыхают, никто никуда не поедет, туда куда поедешь ты. Суперский звук с отличным шумоподавлением, также на них бомбическая батарейка, которой за глаза хватит на 2-3 часа съемки. Из минусов скажу про отсутствие встроенного дисплея, а значит и возможности сразу посмотреть отснятый материал, к сожалению, нет. Как и на всех современных камерах, конечно, на ней есть Wi-Fi, который позволяет подключиться к телефону. Некоторые вариации продаются с дисплеем в виде часов, но на практике я вам скажу, что это не совсем удобно. Один гигантский плюс Соньки, которая перевешивает все остальные минусы, ее очень маленький размер, она классно держит батарейку, классно снимает. Если ты начинаешь снимать влог, это отличный вариант. Ну и немаловажно, что на данный момент она стоит сущие копейки, каких-нибудь 200-300 евро. Для чистоты эксперимента попробуем пробежаться и с Сонькой. Поехали! А это картинка с зеркалки. Заценили, как увеличилась турбулентность? Не говоря уже о том, что если на первых порах ты стесняешься говорить в камеру при прохожих... Здрасте! И в телефоне ты можешь сделать вид, что просто говоришь по видеосвязи. Идя по дороге с зеркалкой, с микрофоном, вот с этой дохлой кошкой, со шлотивом, ты будешь выглядеть достаточно эпично. И на первых порах, я тебе скажу, это серьезно демотивирует, потому что пока ты еще не привык жить вот в этом блогерском мире, да, идти с камерой, разговаривать со своей рукой, это часто очень демотивирует и заставляет тебя стыдиться своего дела. Соответственно, отказываться от всего, забивать, ложить фотик на полочку и чао, блогинг. Ну и давай для чистоты эксперимента пробежимся. Да, картинка, конечно, жюле. Ну, зато фокус есть. Но это дохлая кошка на микрофоне, это прям нечто. Сейчас покажу. Вот так примерно выглядит вот вся эта история. Так ты идешь. Вот со всей этой приблудой. Хорошо, что... Хорошо, что я штатив дома забыл, поэтому чуть меньше. Хотя неудобно на самом деле держать вот это вот так. Ну, я думаю, посыл ты понял. Напоследок скажу так. Есть айфон, снимай на него. Есть хуавей, снимай на него. Ну, пока копишь на айфон. А вообще знаешь что? Напиши внизу в комментариях, на что снимаешь ты. Дерзай, снимай, не парься. Обнял, поднял. Пока. Пока.